Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как наносится замечательный материал под названием Soft Touch Velvet. Это имитация замши, бархата, сжатой кожи, кто что видит. Мы сначала должны подготовить поверхность к последующей покраске. Для этого мы применяем декоратив праймер. Это грунт-краска, заклированная в цвет финишного покрытия. Соответственно, мы его должны нанести, прождать 6 часов, после этого наносить само декоративное покрытие. Перед применением грунтовку сначала нужно тщательно перемешать, только после этого приступать к покраске. В данном случае я буду использовать простой валик, либо полиакрил, либо микрофибра, кто чем привык работать. Мы с вами нанесли грунт-краску, оставляем на 6 часов сохнуть. Итак, прошло 6 часов, приступаем к нанесению декоративного покрытия. Здесь очень важно понимать, что и первый, и второй слой абсолютно идентичны. Для нанесения материала Soft Touch Violet нам потребуется шпатель и венецианская кельма. Наша задача плюс-минус равномерно перекрыть поверхность, не побоюсь этого слова, как обычная шпаклевка. Никакого создания рисунка здесь не нужно, потому что материал создает рисунок сам. Наша задача плюс-минус равномерно его просто нанести. Понятное дело, что где-то будет слой потолще, где-то будет слой потоньше, но в целом, при подсыхании материала, когда мы с вами будем возвращаться, мы эти неровности все будем нивелировать. Продолжение следует... После того, как мы нанесли небольшой участок, продолжая идти дальше по стене, мы все время возвращаемся и приглаживаем материал. После того, как материал слегка подсохнет, мы убираем лишние следы от оставленной кельмы и у нас получается в данном случае рисунок сжатой кожи, замши и так далее. Здесь никакой сложности нету, наша задача просто равномерно нанести данное покрытие. Очень важное правило – обязательно работать по сырому краю, чтобы ни в каких местах у нас с вами материал не подсыхал, это нужно для того, чтобы не было стыков. То есть, если у вас идет очень большая стена, желательно работать вдвоем либо втроем, потому что физически один человек может не успеть. сверху уже, где мы начали с вами наносить, уже материал начал подсыхать. Соответственно, мы уже слегка его начинаем приглаживать. По мере высыхания будет уходить глянец, то есть материал будет становиться абсолютно матовым. Соответственно, это будет сигнал к тому, что приглаживать можно начинать, потому что, как бы мы ни старались, равномерно материал мы нанести физически не можем. Где-то слой толще, где-то слой тоньше. Это именно поэтому, что те толстые места мы с вами просто должны пригладить, скажем так, снивелировать. Так как материал идет на основе виниловой дисперсии, это очень легкий материал, поэтому сильно давить на кельму нет смысла. Буквально легкими движениями слегка приглаживаете, иначе вы его сможете снять. Так как кельма имеет закругленные края, венецианская кельма, она позволяет не сдирать материал, а как раз таки наносить. Поэтому легкими движениями слегка его приглаживаете, не создавая никакой рисунок, ведь все потому, что материал это делает за вас. У вас уже появляется даже на первом слое разного рода пятнистость. Вот это рисунок имитации кожи. Поэтому второй слой нам только подкрепит и более плотный слой даст. Ждем высыхания. Между слоями примерно 6-8 часов. Почему? Потому что все-таки мы накладываем довольно плотным слоем, чтобы материал как следует просох. Итак, прошло у нас с вами 4 часа. Материал высох. В данном случае мы сейчас приступим к нанесению второго слоя декоративного покрытия soft touch bilbet. Я напоминаю, что первый слой и второй слой абсолютно идентичны. Даже сейчас вы на видео можете увидеть, что за один слой физически невозможно равномерно нести этот материал. Где-то будет просвечиваться грунтовка, где-то уплотнее, где-то тоньше слой. Именно два слой материал позволяет достичь ее толщину слоя и как раз таки добиться и тактильного эффекта, и визуального эффекта. Я напоминаю, что здесь мы не делаем никакой рисунок. Наша задача просто равномерно нести этот материал, пригладить и все. И первый, второй слой идентичны. Красавчик Обязательно работаем по мокрому краю, то есть не даем Я немножко не переживаю за то, что у вас есть какие-то более толстые слои, потому что при подсыхании воды мы потом слегка подпригладим и добьемся необходимого эффекта Я не понимаю, что я не делаю никакого рисунка, я просто хаотично, плюс-менее стараясь, равномерно не ставлю, но ношу покрытие Летом я делаю рисунок сам за меня Создаваю вот эту структуру мраборств и так далее В данном случае материал не выйдет в версии Летом Он имеет шуфун довольно-таки сладкую плотность, здесь литр всего лишь весит 700 грамм Поэтому этот материал очень мягкий по нанесению И здесь нужно главное не сильно давить на кельму, чтобы мы его не сдирали, чтобы мы не наносили материал Вот, словами, заглаживали В данном случае материал уже начинает подсыхать Там, где толстый слой, соответственно, еще все сырое Мы с вами, согласно, убьем металлическую кельму Убираем излишки и спокойно в разные стороны приглаживаем Обязательно сильную металлическую кельму Наша задача не снять материал Видите, какая пятнистость То есть материал сам создает рисунок Мы с вами ничего не делаем Просто придерживаем Даем еще немножко посохнуть материал И потом прикладим его полностью То есть, как здесь получается у нас с вами Мы с вами сначала нанесли материал, подзагладили, идем дальше Примерно второй квадратный метр И если вернулись назад, когда материал уже подсыхает Мы его просто приглаживаем Чтобы тактильным углом Ровненький, равномерный И при этом уже имеем такую структуру рисунка Как запша, жаждая кожа Тут еще основной имитацией Скажу так На самом деле, данное покрытие Мы можем наносить и в три слоя, и в четыре слоя Чем больше слоев, тем, соответственно, будет мягче становиться И пятнестей становиться Поэтому, здесь вопрос о финансовых средствах Если если клиент Открышить более лучшего эффекта, то, соответственно, не снимай Более того, есть опция Трехсловного нанесения двумя разными цветами То есть, допустим, афоновое покрытие Дело не довольно-таки насыщенного цвета А финишное покрытие То есть, в виде там третьего слоя Мы делаем там на два, на три тона по светлее За счет этой компиляции цветов У нас появляется многоцветие И при этом становится более мраморный рисунок Но это видео заснимано еще позже Поэтому, здесь ничего сложного нету Наносится, как обычная шпаклевка Главное иметь металлизированный кегл С загрунными краями Можно жесткую, можно мягкую По сути, без разницы Наша задача максимально нанести Пригладить Рисунок делается сам по себе Поэтому, сложности и проблем с населением Значит, все переходы КОНЕЦ ВОЛНИТЕЛЬ! ГОВОРИТ ПО-ПРОДИТЕСЬ! Какие части?